Я очень хочу, и меня поддерживают мои друзья, чтобы в эфире вновь была передача «Аншлаг». Очень хотел бы ее вести. И думаю, что у меня бы это получилось. Пусть меня научат и позволит мне моя служба и свободное время. Кто автор-то? Автор, с уважением, Михайлов Сергей Сергеевич, офицер военно-морского флота. Так что? Геннадий Викторович, а вы что, думаете, что мы вас пригласили только читать письма? Ну что, во-первых, и за это спасибо. Во-вторых, у вас есть какое-то еще другое предложение? Конечно. Мы хотим предложить вам быть ведущим второго выпуска нашей передачи «Аншлаг». Вот письма как раз и пришли на первый выпуск этой передачи. Видите, у меня уже был один опыт, правда, это было много лет тому назад. Я работал в эстрадном оркестре РСФСР. Им тогда руководил Леонид Ощутиосов. Я работал в качестве конференсье. Должен сказать, что на этом поприще больших успехов не достиг. Поскольку, знаете, у меня было одно желание, чтобы все артисты, которых я представлял, чтобы они поскорее выступление свое закончили и ушли со сцены. Чтобы я остался на сцене один и начал бы свое выступление. Поэтому это уже никак не укладывается, я бы сказал, в представление хорошим ведущим. Я боюсь вас подвести просто. Ну, вы уже все равно у нас в студии, и, в общем-то, какой выход? Нет, я ведущим не буду, Регина. Вы меня простите. В крайнем случае, могу комментировать. Вы будете вести, а я вас буду комментировать. Тогда я предлагаю начать нашу передачу с разбора писем, которые пришли в адрес первого выпуска передачи «Аншлаг». Ну, вот письма здесь лежат, они разные. Это все, что пришло? Нет, ну, это час, конечно, писем. Наверное, одни хорошие здесь, да? Нет, нет. Вот я хочу как раз начать нашу передачу с ответа тем телезрителям, которым «Аншлаг» не понравился. Эти телезрители, когда ждали нашу передачу, они решили, что это обязательно будет концерт. И вдруг они увидели, что концерта нет, а есть разговоры, как они пишут, об эстраде, интервью об эстраде, и это их разочаровало. Ну, видите ли, что касается меня, я сейчас высказываю только свою субъективную точку зрения, наоборот, я очень порадовался, когда увидел эту передачу. Я порадовался тому, что на нашем телевидении появилась передача, в ряду новых передач. Передача, которая несет в себе очень, на мой взгляд, интересное информационное начало. Передача, которая поднимает серьезные проблемы эстрады. И эстрада представляется зрителям не только в качестве чистого развлечения, но в качестве живого организма, где есть свои болезни, где есть свои серьезные нерешенные проблемы. И почему эстрада должна быть лишена такой передачи? Мы знаем, как много лет на телевидении прекрасно живет передача «Кинопанорамы», «В мире животных», «Театральные встречи». Понимаете, ну, «В мире животных» есть, а про эстраду ничего нет. Нету. Ну, это несправедливо. Тем не менее, позвольте мне, как комментатору, сейчас... Так, я вас слушаю. Да-да, обратиться к вам, Владимир Владимирович. Знаете, раз претензии есть по поводу первой передачи... У телезрителей. У телезрителей, да. Надо сразу, так сказать, отвечать на претензии. И не отвечать не разговорами, а конкретно концертным материалом. Есть чего показать? Давайте показывать. Нет? Давайте разговаривать дальше. Есть. Что показать, есть. Как раз несколько дней назад в концертном зале «Россия» состоялась премьера нового эстрадного спектакля с участием Владимира Винокура. На сцене, эй, на концерте нашим Знакомых много мелькнет фигур Театр пародий вам их покажет Отвечать будет Винокур Винокур! Вас приветствует театральный ансамбль музыкальных пародий Чем уж счастья и успеха наливайте через край К нам приехал, к нам приехал Сам Слеченко Николай К нам приехал, к нам приехал Сам Слеченко Николай Песня новая, сказка старая Под окном стою Я с гитарою Кто-то буги пел Кто-то жесткий рок Но мне романс Уцелеть помог Кудруком я стал Видел много стран Знаменит теперь Покромен Ролен Без меня теперь Как уж водится Ни один концерт Не обходится Существует мнение, что стать пародистом не так уж и трудно Ну, наверняка, такой вывод делается на основании того, что в последнее время на нашей эстраде работает целая армия артистов-пародистов Пародистом стать не трудно Нужно иметь, конечно, слух хороший, голос и все Вот работать пародистом сложно, очень трудно Вот здесь я вас не понимаю Почему стать пародистом не трудно, а работать трудно? Ну, понимаете, сейчас это просто объясняется Нет объектов в пародии Мало Мало звезд Вот в наше время, ну, я не отношу себя к древним, но все-таки к среднему поколению И я могу сказать, что действительно, наверное, нам было легче Вот когда я начинал заниматься жанром пародии Ну, простой пример Вот, допустим, если я скажу Эдуард Хиль Прямо вот так вот сделал Полисона в опушке Ясно, что это Эдуард Хиль Все яркие, все индивидуальные Если я вот так вот сделаю, никто же не ошибется, что это персонаж Геннадия Хазанова Кулинарный техникум знаменит Борис Тимофеевич Штокол Нужно только вот так, немножко голову Не низко, вот так, чуть-чуть И глаза не закрывать совсем, а чуть-чуть так Гори, гори И всем ясно, что это только Борис Тимофеевич Правда, он поменял сейчас репертуар Я недавно с ним в концерте участвовал Он же поет другую вещь, но тоже ярко очень И танцует Это все личности, это все индивидуальности Ну, где же их сегодня взять, понимаете? И вы считаете, что жанр пародии вот сейчас исчерпал в себе? Нет, что? Жанр пародии, он, в общем-то, вечный Потому что, вы сами понимаете, пародия — это такой вид искусства, который может сопровождать любой жанр Будь то балет, театр, драматический, оперная, эстрада, все, понимаете? Я вижу, вы поклонник этого жанра Что вы? Конечно, я очень люблю пародию Слушай, Гриш, у меня один мужик там на работе рассказывал Будто его отец в каком-то журнале там прочитал Насчет японцев Удивительно этот японский народ, Гриш Они такую штуку придумали, робот изобрели Домашний робот Понимаешь, он что делает? Ну, убирает, стирает, посуду моет Ну, все, вот телефон звонит Алло, хозяин, это дома, что передать? Вот так, понимаешь? Или сигаретку взял, ну, папироску в зубы А он тебе спичку и табло зажигается Минздрава предупреждает, коренье опасно для здоровья А в чистом японском Как это они вообще? Ну, все, ну, буквально все делают Вот будто вот в доме жена такая, знаешь Только мозговисты на полупроводниках Говорят, и внешне так симпатично делают Ну, под женщину, знаешь Ну, типа как, ну, не робот, а работяга такая в доме Они ее внешне так, знаешь, в кимоно под японский Цунамочка назвали Гриш, ну, там как закажешь Там же, знаешь, как, заенил, получи свое Хочешь брюнетка, блондинка Там, там же машина, да? Нет, конечно Порасхватали, все порасхватали Ну, конечно, первое время, говорят Женщины вот эти, японские Они забастовали Ну, тут понять можно, Гриш На них же спрос упал Конечно Да Ну, эти, знаешь, вот Мужики японские Такой казус Мне, когда мужик рассказывал, я вообще упал Мужики японские через месяц медовый Они, значит, что Застрочили на фирму жалобы, что, мол Нет им жизни вообще, вот с этой работягой в частности А там какой секрет, Гриш? Значит, ну это Представляешь, там такая программа заложена, что вот против тебя ничего То есть ряфнула, она молчит Послала, ушла Бьешь, не бьется, гадина Вот, то есть Взаимности не отвечает И помириться нельзя Потому что они поссорились А оказывается, японцы говорят Хорошо человеку может быть только тогда Когда до этого было нехорошо, Гриш Ну, эти на фирме, конечно, все это дело усекли Ты, Гриш, не смотри, что они А, о-о-о Будь здоров Они это дело усекли И все провода там перепаяли И на прилавок, как новую Бросили Представляешь Ничего в доме не делает Мужика по квартире гоняет Током бьет Чужих мужиков дом тащит А замахнешься на нее Она тебе приемом карате Как швырнет с 10 этажа И все Ну, Гриш, не цунамочка А тайфуночка типичная Но зато в 12 часов ночи Гриш, по-ихнему По-японскому Она вырубается И до 6 утра Выключается полностью Вот эти 6 часов, Гриш Говорят, японские мужики От счастья плачут 6 часов, Гриш Без прорывного кайфа Ну, стоит дорого А я так подумал, Гриш Мы-то не хуже японцев живем Ты мою Нинку знаешь Типичный цунами Ну, под горячую руку попадешь Зашибить можно Ну, 12 часов, Гриш Выключается И до 6 утра Спит, как убитая Вот эти 6 часов, Гриш Я себя натуральным японцем ощущаю Тему нашей сегодняшней передачи Можно сформулировать так Эстрада вчера, сегодня и завтра Ну, сегодняшнюю эстраду Мы уже с вами посмотрели Она была представлена Вот новым спектаклем Винокура Кстати Вроде вы хотели быть комментатором Комментируйте, пожалуйста Что вы можете сказать О новом спектакле Владимира Винокура Регина, понимаете Я по фрагменту ничего Такого Определенного сказать не могу Но прежде всего Хотел бы сказать Что сам факт выпуска нового спектакля Это я знаю просто по своему собственному опыту Это очень трудоемкий процесс Огромное количество актеров Работающих на нашей эстраде Удовлетворяется тем Что на протяжении многих-многих лет Исполняют Один, два, три монолога И спокойно живут Да Я бы даже сказал Очень спокойно при этом живут Вот Я знаю Что Володя человек Такой неуспокойный Да и сам факт того Что выходит уже Третья программа У него Насколько я понимаю Да Говорит о том Что он все время В работе В поиске Ну О результатах этого поиска Будут судить Зрители Критики Специалисты Давайте вот Продолжим Нашу передачу И мне бы хотелось поговорить О молодых артистах эстрады Их у нас мало в эстраде Но они все-таки есть Так вы как-то Стали говорить о молодых Как-то мимо меня туда посмотрели Я понял Регина Я не претендую Геннадий Викторович Слушаю вас Я Хотела чтобы мы с вами посмотрели Номер Который исполняет Лауреат всесоюзного конкурса Артистов эстрады Елена Ткачева Наверное вы ее знаете Знаю Да Эту артистку знаю И Надо сказать Что в общем Отношусь к ней С уважением С уважением к тому Чем она занимается Она Она ведь читает Русские сказки Понимаете Что самое приятное Она делает на эстраде В разговорном жанре То чего не делает Ни один другой исполнитель А спорил раз Мужик с бабой Кому тяжелее хозяйство вести Мужик спорит мне А баба гомонит мне Ну и побились об заклад Баба обряд Баба обрядилась Всю мужицкую работу Справила И в город За покупками Поехала А у мужика Никак дело не спорится Покуль воду носил Свиньи квашню Обракинули Вместо масла Постного Картошку Керосином полил Покуль с коровой Возился Сынишка Весь квас Выпустил с квасника А хуже всего Мужику с коровой Вот и решил он Чтобы двух зайцев Разом убить Чтоб корову В поле не пускать Решил он ее на крышу На сарай пустить Благо там трава Большая выросла Вот он взял Большую доску Привязал корове На шею И выволок ее На крышу А чтобы знать Если корова С крыши сошла Веревку в трубу провел Себя этой веревкой Обвязал А сам Щиворить взялся Вот корова С крыши Поскользнулась И повесилась На веревке И мужика В трубу втянула Висит мужик В трубе Ногами болтает Наеванное счастье Баба с гордо Уротилась рано Глядит Корова висит Сейчас затухает Вот бежала баба Веревку ножиком обрезала Корова с крыши И свалилась А мужика С трогой Прям в щи попала Ну что Смеется баба Будешь спорить со мной Вот и знай Бабье дело Хозяйство вести Не лапось плести Скажите Как вы пришли к сказкам И почему вы выбрали Именно сказки Ну во-первых Потому что сказка Это замечательная литература Ее можно сравнить Только с классикой По-моему Шекспиром И с Гоголем И в каждой сказке Есть что-то вечное Что-то общечеловеческое Которое волнует людей Во все времена Абсолютно Но дело в том Что фольклор Сейчас как-то не в моде Сейчас в моде Heavy metal rock И крепкий такой юмор Вот мы эту проблему Как-то обсуждали С певицей С русской Таней Петровой Знаете Такая миловидная Молодая русская певица Что мы как-то Вроде бы вне моды И вот она мне сказала Такую хорошую Очень фразу Лена Не волнуйся Красота Все равно победит Лена А вот Как вы считаете Почему у нас на эстраде Так мало Молодых эстрадных артистов Ну вообще Молодежь эстрадная есть Ее не так может быть много Но она есть И есть очень талантливые На мой взгляд Интересные артисты Молодые И лауреаты Но к сожалению Телевидение Как-то Нас Я тоже к себе Ну правда Я так себя похвалила Талантливые Это еще Так сказать Для меня вопрос Хотя мне очень хочется В это верить Вот Но Нас как-то Телевидение Не балует своим вниманием Хочется Чтобы как-то Телевидение Нам больше верило Больше доверяло Ведь Телевидение Оно действительно Может делать чудеса Вот Как-то у нас На профсоюзном собрании Артист Олег Марусев Сказал Что Телевидение Это лотерея Кому как повезет Ну действительно Телевидение Может делать чудеса И телевидение Может сделать популярным Любого актера На мой взгляд И хорошего И плохого Потому что Даже у плохого Артиста Всегда найдутся Свои поклонники Как говорит Мой режиссер Геннадий Виктор Популярность Популярность артиста Однозначно Однозначно Трудно Ответить Во-первых Мне очень не хотелось бы Обижать людей Старшего поколения Ну значит Вы считаете У них может быть У них может быть Так сказать Больше информации Они видели Тех артистов И ту эстраду И эту эстраду И им есть Скажем С чем сравнивать Конечно Те актеры С которыми Мне приходилось Общаться И выступать Вместе В одних концертах Ну это Наши Наши бриллианты Ну я имею ввиду Прежде всего Райкина Шульженко Утесова Наверное Миронову Конечно Мария Владимировна Миронова И Александр Семенович Минакиров Тем не менее Я не могу сказать Что вот вся эстрада Которая была раньше Она вся была очень хорошая А вся эстрада Которая теперь Она вся очень плохая Я не случайно заговорила О мастерах эстрады Прошлых лет Скажите Когда вы впервые Услышали имена Александра Шурова И Николая Рыкунина Ну как вам сказать Вот я Ходить начал Потом немножко Начал бегать уже Потом попал В пионерский лагерь Вот в пионерском лагере После После того Как Горн играл Подъем Весь день На территории Пионерского лагеря Звучали куплеты Шурова и Рыкунина Я все Естественно Не запомнил Но главсметану Пел весь Пионерский лагерь У меня было Такое впечатление Что многие знали Текст Главсметаны Лучше чем Взвейтесь кострами Синей ночи В общем правильно В те времена Если в доме Был проигрыватель То уж обязательно Были и пластинки На которых были записаны Куплеты Патефон Патефон И куплеты были записаны В исполнении этого дуэта А знаете что Давайте прочитаем Только те телеграммы В которых есть слово Ничего Предложение Конечно Это наверняка Будут праздничные телеграммы Конечно Вот приятная телеграмма Телеграмма От сборной команды По хоккею Советского Союза От чемпионов мира Наш девиз Ножи Май Прижи Май Отни Май Заби Май Вай Это они кричали Вай А мы забивали Несмотря на то Что у них играл Тумба А все равно им была Амба И здесь так И подписали Эту телеграмму Борис Привет Амба 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 Испех Практически Исчез С нашей Сегодняшней эстрады Это очень интересно И любопытно Я говорил не только Шурум Но и на собраниях у нас Другой раз вспоминали Что как-то вдруг исчезли куплетисты А ведь Первая шеренга артистов эстрады Советских артистов эстрады Она в общем имела Очень много куплетистов Вот Вы показывали книгу о куплетах Да? Да Вот сейчас выпустил книгу Автор эстрадной Георгий Терников Эта книга так и называется Куплет на эстраде Видите? Куплет это Книга то есть Есть А вот куплетистов то нету Чего же делать? А потому что это не такой легкий жанр Как многим кажется Этот жанр очень трудный В таких коротких куплетах Надо высказать какую-то мысль Валентин Катаев пытался Однажды написать нам куплеты Раз, два, три, четыре, пять Вышел зайчик погулять И на эту тему хотел написать куплеты Вот видите как Мне говорит Вы знаете Трехактную пьесу Легче написать Чем эти куплеты Все дело в том Что никто не учит этому делу Ведь в эстраде должен быть лидер Лидер который положил Свою жизнь на плаху за эстраду Который ведет Который есть позиция А вот с этим делом У нас А вот в ваше время Был ли лидер на эстраде? Ну, Смирнов-Сокольской Все артисты Которые Имели касательство К Смирнов-Сокольскому Они были аккумулированы Какими-то идеями Вкусом Желанием Еще лучше быть на эстраде Такие были удивительные вещи С ним Ну, вот, например Был тут собрание одно Значит, о том, что Там как-то Артисты что-то много зарабатывают Вот И был замминистра один И говорил Вот что это такое Вот Гаркави В этом месяце Понимаете ли Заработал вот такую-то сумму А я замминистра Получил вот только такую-то Значит, это меньшая сумма А Сокольский встал и говорит Так он же заработал А ты получил И сам ради Все прекратил А он ничего и никого не дает Я помню Я помню У него уже тогда была гласность Да-да Вы знаете Был такой у нас спектакль Маленькие обиды большого города Мерлина, Саши Вот И Очень любопытно Что значит Пришли люди И стали критиковать Спектакль, да? Спектакль Вот А там было очень много У нас о лесах Что леса После войны Как раз это было Леса Врубают Мы там пели куплеты Леса, понимаете ли Бедные стонут Гибнут А леса Тогда встал вот этот высокий представитель Сказал Друзья мои Ну что это такое? Ну вы все время куплеты Поете песни Все леса Что вам критиковать некого? Да критикуйте до самого верха Сокольский стал Говорит Да вот ты правильно Говоришь до самого верха Но ведь после этой критики Надо уходить Партизаны А леса А где прятаться леса-то Вырубили? Вы смотрите Как интересно Он тут же Поворачивал Эту историю В чем Главное отличие Эстрады Скажем В 60-х 50-х Годов От нынешней эстрады? Вот один жанр Предположим Разговорный Нас выступали Там Миронов Аминакер Миров Новицкий Смирнов Сокольский Райкин Райкин Шура Варакунин В одной программе Выступали все И все никому друг друга Не мешали Все были в своем жанре А жанр разговорный Но все были разные Да Касьян Жучков Возглавлял контору Глав Сметана Он был суров Но водил порядок Неустанно Укреплял дисциплину Рьяна А контора Не выполняла Плана Имел он дом Очень теплый Хоть и деревянный А в доме дом Восемь комнат Не считая ванной Сад при доме А в саду фонтаны Все за той же Все за счет Все той же Глав Сметаны А потом Была Манечка Манечка, да Это уже 55-й год Наш рассказ Вполне серьезно Родилась в одном колхозе Расцвела подобно розе Манечка Говорят Красиво очень Алые губы Синечки Косы-русы Ну, короче Манечка Вспоминай Мы частушки пропоем Шурой Будем вместе петь Нет, нет Что-то не то Надо сейчас Смотрите, вспомнить надо Мы частушки Как бывало Да Мы частушки Как бывало Шурой Вместе будем петь Коля будет запевала И вам придется Потерпеть Черный кофе Растворим и растворим Непостижимо Только попадет На базу Растворяется Там сразу На собрании Пусто в зале Все на сцене Собрались Всех в президиуме Собрали Чтоб домой Не разошлись Ну и вот А потом сделали Московскую программу Она называлась Мы из города Москвы Да-да-да-да Это уже 80-й год Хороша столица наша, с каждым днём всё лучше краше От реклам сверкают яркие лучи Если спросите нас, люди, почему Москву мы любим Потому что коренные москвичи Потому что коренные москвичи Отовсюду приезжают к нам родные Их встречаем, оставляем от квартир свои ключи И ночуют гости чинно в наших спальнях и гостиных А на кухне коренные москвичи А на кухне коренные москвичи Нам приятно и отрадно, на концерт идут эстрадные Где поют шуровичи, рыкуничи И весёлые моменты говорят, аплодисменты Часто дарят и не только москвичи Шлют привет вам коренные москвичи В первом выпуске передачи «Аншлаг» телезрителям был задан вопрос Что вас не устраивает в современной эстраде? Ну, точки зрения наших корреспондентов оказались довольно любопытными Вот я вас познакомлю с двумя письмами Первое Свою передачу вы назвали «Аншлаг» Я бы назвал проще «Докатились, доигрались» Почему? Да потому что разговорная эстрада практически не стала В народе говорят В молодости прореха к старости дыра Так случилось и с эстрадой Это нам пишет Валентин Герасименко 30 лет, рабочая, Кзыл-Ордынская область И еще одно письмо Город Свердловск Эстрада тяжело болеет Но прежде чем ее лечить, нужно поставить точно диагноз Это могут сделать только профессионалы И подпись Николенко Михаил Алексеевич, врач Вот, прокомментируйте эти письма, пожалуйста Во-первых, я никак не могу понять Почему эстраду нужно рассматривать в отрыве Нет, вообще ее надо рассматривать в отрыве От всех других сфер жизнедеятельности нашей Эстрада является точным отражением и зеркалом Всех общественно-политических процессов Которые происходят в стране Тем более, что эта эстрада даже и требуется Утром в газете, вечером в куплете То, что мы около 20 лет читали в газете То именно вечером в куплете и исполнялось Это не вызывало интереса ни у тех, кто эти газеты читал Ни у тех, кто эти куплеты слушал Понимаете? Поэтому, наверное, какие-то явления Которые сейчас принято называть застойными И были в эстраде И потом, как много раз, наверное, вы слышали Ответ англичан на вопрос Как вам удается иметь такой ровный газон Что англичане отвечают Для того, чтобы газон был таким ровным Его надо стричь 300 лет Поэтому я думаю, что Претензии эти, с одной стороны, не беспочвенные С другой стороны, они поверхностные Очень обидно такого рода письма читать Несмотря на то, что, может быть, они В чем-то исправительных И много десятилетий Надо готовить почву для взращивания Талантливых людей Давать им возможность проявляться И поэтому, прежде всего, речь идет, конечно, о внимании К молодым актерам К начинающим актерам Создать им, конечно, максимально благоприятную Ситуацию Которую они могли бы не мучиться Не существовать В рамках Борьбы и запретов А, так сказать, существовать В обстановке доброжелательности Я думаю, что Еще раз Смело можно сказать Особенно теперь Скажем, что Я очень многому научился У нашего великого Великого артиста Я имею в виду Аркадий Александрович Райкин Я думаю, что Ориентиры Которые были Для меня Всегда связаны с его творчеством Они Уже подсознательно Останутся на всю жизнь Я даже Даже теперь на этом этапе Что-то для себя не принимал Поскольку я уже Определил для себя Какую-то свою дорогу Но это не имеет Никакого значения Я считаю, что На нашей эстраде Есть у кого учиться И есть чему учиться Было бы только желание Все артисты Участвующие в нашей передаче Ну, по-моему, за исключением Александра Шурова и Николая Рыкунина Лауреаты всевозможных Конкурсов артистовой эстрады А вот сейчас Предстоит встреча с актером Не имеющим этого звания Хотя он тоже Принимал участие в последнем конкурсе Артистовой эстрады Но, по-моему, слетел Кажется, с первого тура Я говорю о Михаиле Евдокимове А ведь артист он Во всяком случае, на мой взгляд Довольно интересный Да, я с вами согласен Я только хочу Здесь Сказать два слова О конкурсах Артистов эстрады Я не хочу обидеть Ни актеров, которые были удостоены Звания лауреата Ни членов жюри, которые присваивали Эти лауреатские звания Я только хотел повторить старую истину Что никакие лауреатские звания Ни прочие звания В конечном итоге Не могут Повлиять на желание зрителей Ходить смотреть этого артиста И уж особенно Аплодировать ему Или провожать его Со сцены Прохладой Я думаю, что Миша не должен Переживать От этой неудачи Я встречался Очень много раз С ним в концертах Это было и в Москве На самых таких Крупных концертных площадках Москвы И на гастролях Я был свидетелем Очень большого успеха Этого артиста АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты. Не фурычу. За что они друг друга в морду тычут? Это по печени, по сердцу и по ребрам. Да и судья у них не шибко добрый. А пол убьют, как будто коновалый. Того глядишь, что выскочут моргалые. А если бы им судью волю дали, они вдруг дружки вовсе пасть порвали. Мне дали бы судейские права, я бы их вообще послал колоть дрова. Да не буду я больше ее. Сильмок, сильмок. Я говорю, чтобы на эту гору забираться, сначала надо тут тренироваться. А ты так один без тренировки попытался, да с позаранку и где-то належался. А может, просто оказался смел так под панфарой, чуть не загремел. А в этом деле надо же быть стратегом, чтобы сгорыть на этих лижах, да еще по снегу. Тренироваться надо до седьмого поту и прыгать будешь. Точно жабы по болоту. Ты видали, мастера у нас летают. Таких теней даже в полдень исчезают. А я решил не обижаться на пороге. Он меня породил. А я молчу. Он меня... А я молчу. Он меня и с Люсей поссорил. А я ей в обед позвонил. Говорю, Люся, давай сходим в цирк. Мне билеты перепали. А он ей, оказывается, с утра позвонил. Пригласил в кино. Она говорит, сколько у тебя Люси? Я, говорит, ухожу из дома. Ну и ушла. Ну, я прихожу домой. А там вместо прекрасной картины Марии Магдалины остались три птички. Три птички. Ну, я же не обижаюсь. Я вообще на таких никогда не обижаюсь. Так что сиди и молчи. Сиди и молчи. И жить будешь долго. Как кооперативная колбаса. А все видят и никто не берет. Регина, смотрите, что я прочел в письме. Дорогие товарищи, прошу, сделайте передачу для нас, 30-40-летних. Пусть в ней будет жизнь, пульс, ритм. Но пусть будет... Я вчера тебе принес ни букета свежих роз, ни тюльпаны, ни лилии. И написано «Ландыши, ландыши светлого мая». И приписка. Неужели вы меня не поймете? Вы ее понимаете? Я, да. Да? Для 30-40-летних. Пожалуйста, будем смотреть. Что, есть что? Конечно. Серьезно? Ты сегодня мне принес Ни букет из пышных роз, Ни тюльпаны, ни лилии. Протянул мне ровко ты Очень скромные цветы, Но они такие милые. Ландыши, ландыши, светлого мая привет. Ландыши, ландыши, белый бутет. Пусть не ярок их наряд, Но так нежен аромат. Елена Марсалевна, читая почту «Аншлага», нельзя не сделать вывод, Что у зрителей сейчас появился интерес К песне 60-х годов. И многие из них просят вспомнить В нашей передаче ваши песни. Очень приятно. И наш разговор мне бы хотелось начать С вопроса, который я тоже нашла В одном из писем. Ну, дословно, этот вопрос звучит так. Где раньше артиста учили так хорошо петь? Словом, ваши учителя, кто они? Вы знаете, мне посчастливилось. У меня были замечательные педагоги, Знаменитые мхатовцы, Народные артисты Советского Союза. Ольга Николаевна Андровская, Борис Яковлевич Петкер, Анатолий Петрович Кторов. Они в те годы работали в эстрадной студии, Где я как раз и занималась. И вот такая театральная школа, Наверное, была полезна будущим артистам эстрады? Ну, вообще, то, что такие удивительные артисты Учили нас эстраде, Это, конечно, было замечательно. Понимаете, сейчас, сегодня театр и эстрада Как отдельные государства Очень существуют раздельно. Это очень грустно. Потому что я помню, Когда я девчонкой совсем молоденькой Участвовала в концертах в эстрадных Вместе с великими драматическими артистами, Такими, как Алла Константиновна Тарасова, Ильинский, Русланова, Вертинский, Хенкин, Лепко. И вот где-то там маленькими буквами В конце афиши Фамилия твоя написана. Но это все равно было такое счастье. И это была такая радость. И такой стимул к тому, Чтобы заниматься, работать, работать над собой. А вот вы помните свой самый первый концерт? Помню, конечно. Я помню прекрасно, Потому что такое забыть нельзя. Я пришла на концерт С огромным, старым, потертым, фибровым чемоданом, В котором лежало мое единственное Концертное платье, очень красивое. А чемодан был огромный, Потому что платье было С большущей широкой юбкой. Тогда была такая мода, кстати, Очень красивая мода. И когда я пришла к театральному входу И оказалась перед лицом вахтера, Он меня ни в коем случае не пускал в концерт. Я ему доказывала, что я артистка, Что я иду выступать. Он в мою сторону не смотрел, Не хотел просто даже со мной разговаривать. И дошло до того, Что я чуть ли не со слезами на глазах Хотела пойти покупать билет, Чтобы попасть на концерт. Но в это время подошли артисты, Еще и меня провели на концерт. Гелема Марцелевна, А вот как вы работаете над своим репертуаром? Что вы берете в свой репертуар? Вы знаете, это сложное всегда. Все годы это, в общем, сложная работа. И найти репертуар трудно. Вот мне так посчастливилось в жизни, Что я много очень общалась С Леонидовичем Утесовым, Который мне столько интересного рассказал Об искусстве, об эстраде, О песнях, о композиторах. Я помню его, все его рассказы. И как-то он мне пожаловался, Что было время, Когда ему приносил автор песню, И песня ему очень нравилась, И он ее пел в концерте, И публика замечательно принимала. А потом прошли годы, Приходил автор, приносил ему песню, Он в восторге от песни, Выносит ее на зрительный зал, И публика не принимает. А в чем же дело? Почему так? Ну вот, Леонид то есть читал, И я так считаю, Что очень изменился вкус у публики. Испортился, я бы даже сказала. А кто испортил вкус? Как кто? Вы испортили телевидение, радио. Потому что я, например, иногда слушаю По радио или по телевидению песни, И первый вопрос, который я себе задаю, Господи, кто же их принимал? Вот столько говорят о современной песне, И я иногда слушаю песню, И когда я никакими силами Не могу запомнить мелодию, И не могу ничего в ней понять, И бессмысленно примитивная какая-то фраза, Одна и та же повторяется, Я понимаю, что это, наверное, Ультра-современная песня, Которую мне не дано еще понять. Гелена Марселуна, Ну, песни, конечно, сейчас бывают разные, Но вот, что меня лично настораживает, Это очень категоричные суждения о песне. Ну, что мне вам об этом рассказывать? Ведь в свое время именно ваши ландыши Были как символ пошлости. Да, было такое время. И именно о них в газетах писали, Что это плохая песня, И тоже спрашивали, кто ее принимал, Кто ее разрешал давать по радио. Но, тем не менее, Вот если бы сейчас пришлось воссоздать, Ну, предположим, для кино, Атмосферу тех лет, То, наверное, без ландышей не обошлось бы. В общем, я думаю, что к современной песне, Ну, во всяком случае, Надо к ней относиться внимательно. Или вам вообще современные песни не нравятся? Нет, вы знаете, Регина, Вот я покаюсь вам И скажу вам такую вещь, Что был такой период, Когда я просто не знала этих песен. И не любила. И не любила, наверное, Потому что совсем не знала. На радио, на телевидении Они не существовали вообще-то. В концертах, где они существовали, Я не бывала на таких концертах. Когда же я стала слушать эти песни, Я теперь понимаю, Что среди многих из исполнителей, Которые мне резко не нравятся, И которые я не принимаю, Есть очень одаренные коллективы, Есть одаренные исполнители, И их песни я слушаю с большим интересом, И с большим удовольствием. Гелена Марселевна, А что бы вы пожелали молодым артистам эстрады? Вот я бы пожелала нашей молодежи Чувство меры В творчестве их. Вот Горького когда-то спросили, Что такое культура? И он ответил, Культура – это чувство меры. Вот такое замечательно сформулировано, Прямо в трех словах. И вот именно чувство меры Я хотела бы пожелать нашему молодым артистам. Большое спасибо за беседу. Пожалуйста. И у меня одна только единственная просьба. Давайте дослушаем ваши ландыши. Давайте. Ландыши, ландыши, Белый букет, Пусть неярок их наряд, Но так нежен аромат, В них весны и очарование, Словно песенка без слов, Словно первая любовь, Словно первое признание. Ландыши, ландыши, Светлого мая привет! Если тебе одиноко взгрустнется, Если в твоем постучится беда, Если судьба от тебя отвернется, Песенку эту припомни тогда. Эй, рула-те-рула-те-рула-те-рула, Рула-те-рула-те-рула-ла-ла, Рула-те-рула-те-рула-те-рула, Рула-те-рула-те-рула-ла-ла-ла. В жизни всему уделяется место, Рядом с добром уживается зло, Если к другому уходит невеста, То неизвестно кому повезло. Эй, рула-те-рула-те-рула-те-рула, Рула-те-рула-те-рула-ла-ла, Рула-те-рула-те-рула-те-рула, Рула-те-рула-те-рула-ла-ла. Если случайно остался без денег, Верь, что придет изменение в судьбе, Если ж ты просто лентяй-бездельник, Песенка вряд ли поможет тебе. Эй, рула-те-рула-те-рула-те-рула, Рула-те-рула-те-рула-ла-ла, Рула-те-рула-те-рула-те-рула, Рула-те-рула-те-рула-ла-ла-ла-ла. Песенка эта твой друг и попутчик, Вместе с друзьями ее напевай. Если шамо почему-то наскучит, Песенку эту другим передай. Эй, рула-те-рула-те-рула-те-рула, Рула-те-рула-те-рула-ла-ла, Рула-те-рула-те-рула-те-рула-ла, Рула-те-рула-те-рула-ла-ла-ла. Наша встреча подходит к концу. Как уже так быстро? Осталось объявить последний номер. Ну как, будем делать какие-нибудь выводы, обобщения? Нет, я ни выводов, ни обобщений ничего делать не буду. Это пусть сделает Критика, пусть сделает рубрика «7 и 7» в литературной газете. Наши телезрители, пожалуйста. Тогда у меня еще один вопрос. По-моему, этот вопрос интересует всю нашу съемочную группу. Скажите, пожалуйста, вот вам понравилось быть в роли ведущего? Мне очень понравилось быть в роли... Какой роли? Комментатора. Мне в роли ведущего комментатора очень понравилось. Геннадий Викторович, вспомните свою молодость и как конферансье представьте телезрителям последнего участника нашей передачи, артиста Геннадия Хазанова. Не бывает, чтобы все передачи были удачны. Поэтому то, что мы вам сейчас предложим, считайте как право на процент брака нашей передачи. Выступает Геннадий Хазанов. Ох, хорошая полоса нынче. Хорошая нынче полоса резкая. Прям, знаешь, так... Прям, знаешь, газету откроешь, ну, сердце радуется. Прям, знаешь, пишут. Пишут! Сигнализируют, возмущаются. Как чего-где увидят, сразу как Гоголь. И главное, ни один Гоголь сегодня не остается неуслышным. Ни один сразу на место выезжают, факты проверяют, начальцы прям поголовно. Поголовно сымают, и если не сажают, то в крайнем случае пересаживают. И, конечно, это вселяет радость. Это вселяет чувство торжества справедливости и тайную надежду, что в конце концов посадят всех. Конечно, всех виноватых. Я не знаю, как, где. У нас на второй мебельной обстановка просто резко улучшилась. Здоровая стала обстановка. Значит, зам директора по финансам три месяца пролежал в больнице на сохранении. Портбилет сохранял. У директора открылся нервный тик. Раньше никому не подмигнул. А теперь всем, причем обоими глазами. Нам приятно видеть руководящий аппарат в таком бодром настроении. Никто у нас на фабрике не работает. Ни один человек. С утра до вечера сидим, обсуждаем, кого следующего. И вот как-то сидим в столовке, обедаем. Рядом со мной Лёха Язвенник. Кашку жует. А за соседним столиком наш старший мастер. Педухов. Антрикот терзает. И я не знаю, то ли в Лёхе язвы заговорило, то ли ему не понравилось, что педухов так аристократично ест. Он, знаешь, он не прям с вилки антрикот кусает, как все. Сперва кусочек ножичком отрежет. И только потом уже его в рот рукой. В общем. Лёха таким тяжёлым взглядом на него поглядел. Кашку заглотил. И говорит, Петухова пора сымать. Я прям остолбенел. Я говорю, а его за что? А он мне говорит, спорим с ним вот. А если найдут за что, то и посадят. И я, видать, с ним зря поспорил. Потому что этот сукин сын накатал письмо. Ну, приехала комиссия. 82 человека. И стали они проверять нашу фабрику, на которой работает 69 человек. У нас сразу с Лёхой никто не здоровается. Ни один человек с Лёхой не здоровается. Все жалеют старшего мастера. И мы, как говорится, всем миром решаемся вступиться за ни в чём не повинного товарища. И эта комиссия вдруг выясняет, что оказывается, товарищ не всегда был. И что оказывается, он в 80-м году... У волок со склада 8 листов финской фанеры. И тут уже за Петухова заступаться не видит смысла никто, потому что эту фанеру тогда потихоньку тащили. Поскольку мебель, которую наша фабрика делает, финская фанера, всё равно не спасёт. Но зато в личном хозяйстве эта вещь незаменимая. В общем, народ притихает. На всякий случай перестаёт здороваться и спинку. И, как говорит Валентина Леонтьева, начинает уже от всей души ненавидеть и проклинать Лёху, который заварил эту кашу. Лёха клянётся, бьёт себя кулаками в язву. Орёт, что он ничего про фанеру не писал, в качестве доказательства приносит копию своего письма. От Лёхи вообще ожидали всего, но чтобы он себе копию оставил. Прочли. Ничего там действительно про фанеру не было. Там было только написано, что от Петухова, в рабочее время, от волос, разит одеколоном, и всё. И вот эти 82 человека на запах и приехали. Ну, там ещё было написано, что он создал невыносимую моральную атмосферу в столовой. Ну, это про это. Народ уже на Лёху просто с кулаками. Лёха бежит в комиссию, отречь от своей клеветы, забрать обратно свои писульки. А комиссия ему строго сказала, Лёха, уйди, а то мы из-за тебя возьмёмся. И он ушёл, потому что он этого, конечно, не хотел. Но перед тем, как уйти, он им заявил, что оказывается... Что оказывается, он фанеру брал не себе, а... В общем, комиссия шуровала ещё 4 месяца. Результаты её деятельности были следующие. Когда замдиректора по финансам узнал в больнице от лечащего врача, что его хотят навестить какие-то 82 человека, назвавшиеся его самыми близкими друзьями, он подумал немножко и потом решил скончаться. Директор, узнав о несчастье своего заместителя, вдруг перестал моргать, причём совсем. Зато начал косить. У нас народ непугливый, но в кабинет к нему никто входить не решался. И решились только те же 82 человека, которые принесли ему переходящий вымпел, в который был завёрнут ордер на арест. Но больше всего комиссия ломала голову, что делать. И искали они такую меру наказания, чтобы он уже не оправился до конца своих дней. И учитывая, что он фанеру брал не себе, а его назначили нашим директором. Что касается паразита Лёхи, его примировали китайской авторучкой с золотым пером. Вынесли благодарность, правда, с конфискацией имущества, которое он смастерил из финской фанеры. И вот у нас на фабрике про таких, как Лёха, говорят, что от него можно ждать любой подлянки. Поэтому теперь на нашей фабрике с Лёхой здороваются все. Все, включая нашего нового директора, товарища Петухова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»